Сельхозартель Сельхозартель, колхоз Кубань, предприятие в республике известное, оно всегда было передовым. Основанное в 1920-м году, на протяжении девяти десятков лет оно не растеряло своих традиций. Выстояло и в сложные 90-е годы прошлого столетия, когда большинство колхозов и совхозов ушли в небытие. Сегодня в колхозе выращивают озимую пшеницу, ячмень, овес, подсолнечник, кукурузу, сахарную свеклу. В обороте Кубани 2060 гектаров. И хотя в хозяйстве работает более полусутни человек, в уборочную страду привлекают комбайнеров со стороны. Приезжают в Кубань с удовольствием. Тут поля ровные, во-первых. Хорошо, их легче убирать, чем неровные. Вообще тут нормальный быт нормальный, и питание, и жилье, все нормально. Всем нравится, не только мне, но и комбайнерам, и всем. А зарплату платят достойно? Ну, достойно, считаю, что достойно. Потому что все мы комбайнерам, и все. Нам главное объемы, чтобы было, чтобы было что убирать, за что нам будут платить. Уборка – самый ответственный момент. Весь год выращиваешь зерно, и вот оно подошло. Взревели моторы, и степные корабли величаво зашли в золотистую ниву, на решающую битву за каждое зернышко, каждый колоссок урожая. На земле работать непросто. Это колоссальная затрата сил. Поэтому кормить работников надо хорошо. С аппетитом у механизаторов все в порядке. Да вот беда, повар уехал. Роль поварихи на себя взяла глава колхоза Марина Рамазановна Парлакова. Как говорят работники, готовит она хорошо, всем нравится. Однако, чтобы накормить рабочих, ей приходится приезжать на полевой стан к пяти утра. А ведь согласитесь, у руководителя и так забот хватает. Накормить такое количество голодных мужчин непросто. Поэтому наша съемочная группа решила ей помочь. Интересно же попробовать себя в роли колхозного повара. На кухне в Сельхорсарке или Кубань чистота и порядок. Очень уютно, как дома. Марина Рамазановна хозяйка строгая. Все должно быть по правилам. Все, красота? Красота. Приступаем? Приступаем. Марина Рамазановна, что сегодня на обед готовит? На первую у нас бочь, на вторую у нас гречка с мясной подливой и салат с чаем из мяты. Организацией питания механизаторов, занятых на полевых работах, Марина Парлакова уделяет не меньше внимания, чем самой посевной. Хороший работник накормленный работник. Поскольку я знаю, колхоз Кубань – это единственное место, где своих рабочих кормят полноценными завтраками, обедами и даже, насколько я знаю, ужин. Ну, можно сказать, не ужин, а полник у нас, пышки и чай. Ну, сразу говорю, я и готовить не буду. А вот борщ – пожалуйста. Это с большим удовольствием. Ну, а скажите, Марина Рамазановна, вот это же для вас лишние расходы? Насколько я понимаю, обеды готовятся бесплатно или колхозники что-то платят за них? Нет. Питание у нас бесплатное налажено. У нас на подворье есть крупнорогатый скот, который мы специально держим для того, чтобы кормить наших работников вкусным, хорошим мясом. А зачем вам это нужно? Это же лишний. Ну, вот поступали бы, как в других колхозах. Насколько я знаю, люди с собой берут еду, да, в поле там поели, в перерыве. Ну, или, может быть, им там доставку делать. Зачем им лишних выплат и лишние траты? Ну, хочется, прежде всего, чтобы работники наши не думали о том, что они будут есть, когда они будут есть. Все-таки у нас все жители нашего села, те, кто у нас работает. А наша кухня полевая – это дополнительно рабочие места. Вот поэтому в колхозе «Кубань» текучки кадров практически нет. Люди работают годами. Есть даже свои династии. Мне здесь нравится. Отец мой здесь работал. Руководители были тоже нормальные. Ну, несколько руководителей мы поменяли, я, мою быт на. Вот, последний, вот, сейчас руководитель Мария Рамадановна. Ну, относимся с уважением. Не обижает. Понимает нужных человека. Здесь, когда надо, помогает. В семейную традицию собирается продолжить и внук Казбека – Камиль. Все летние каникулы он проводит на полевом стане рядом с дедом – главный помощник. Несмотря на юный возраст, очень предприимчивый молодой человек. На жизнь у него большие планы. Камиль, ну, а ты когда вырастешь, школу закончишь, кем будешь работать? Полицейским. И вот тут буду работать. Кем? Ну, трактористом. Ух ты! А как же ты, полицейским трактористом будешь? Ну, полицейским. И тут тоже буду работать трактористом. Выходные? Да. А говорят, у тебя какой-то трактор уже свой ты приглядел, да? Да. Ну, так работа же трудная. Работа трудная, но я справлюсь. Стрелки часов приближаются к десять. Нужно торопиться. Минута у нас серьезная. Вчера, насколько я знаю, вы закончили очень поздно, вернулись отсюда, да? Потому что надо приготовить все, убрать. У всех семей. У вас же тоже своя семья есть. Вас дома не ругают за то, что вы возвращаетесь, так поздно. Уже нет. Уже нет. Уже нет. Муж привык, да? Да. Уже и дети, и муж привыкли к тому, что моя работа занимает большую часть моего времени. И они понимают, что это, скажем так, необходимость, нежели моя прихоть какая-то, да. Что у нас повар получает в карпозе Кубани? Ну, у нас вообще две единицы повара. Вот, и они у нас получают по 15 тысяч, плюс еще натуроплату, плюс такие бонусы нашего хозяйства. Мясо, хлеб в течение месяца. А по окончанию года какие бонусы? По окончанию года по 12 тюков сена каждой. 12 тюков сена? Да. И зерно. Это количество зерна уже зависит от урожайности. Да. Поэтому его корректируем. Ну, это сколько? 500 килограмм, 200 килограмм? Нет, нет, нет. Это от полной мыши. А еще работники колхоза получают несколько мешков сахара и 200 литров подсолнечного масла. По крайней мере, так было в прошлом году. Согласитесь, неплохой бонус для сельских жителей. Марина Анатольевна, вот вы сегодня выбрали борщ. Это вы были инициатором. А вот скажите, все-таки вы живете в дружбе, да? Родились, выросли в мусульманской семье. А борщ откуда научились готовить? Борщ моя мама очень вкусно готовила, моя сына кровь очень вкусно готовила. И очень любила его в мусульманской семье. Скажу по секрету, я сама его очень люблю. Да? Да. Ну, посмотрим. Когда вы сегодня командуете, как что-то, а я буду смотреть. Ну, посмотрим, что такое борщ по-карачаевски. Посмотрим. Посмотрим. Один раз, знаете, разговаривала с товарищем, а он абазин. И вот он, значит, рассказывает мне, я готовлю борщ там, такой вкусный. Я говорю, ну как же ты его готовишь? Вот он мне рассказывает. Ну, все, в принципе, то же самое, но вместо капусты он кладет макароны. Я говорю, как это без капусты? Я говорю, да, это борщ по-абазински с макаронами. Вот так. Ну что, все, мы покрошили, подготовили. Пойдем посмотрим на наш бульон, как-то наше мясо варится. Пойдемте. Не знаю, как на вкус, а выглядит наша говядина очень аппетитно. А пахнет как. Процеживаем бульон в большую кастрюлю и закладываем туда наш картофель. Через несколько минут добавляем капусту. На мой взгляд, рановато, но технологии есть технологии, нужно их соблюдать. Пора заняться зажаркой. Разогреваем сковороду и выкладываем наш лук. Пусть немножко подрумянится. Потом по очереди добавляем морковь и свеклу. Чтобы все ингредиенты хорошо протушились, нужно время. Я как раз успею сделать вкусную закуску. Марине Рамазановне рецепт как раз пригодится, учитывая ее занятость на работе. Это очень быстро называется «Гости на пороге». Я вас научу и будете делать. А вообще вот дома вы готовите? Успеваете дома готовить? Если вы целыми днями здесь? Скажу честно, как раньше, три раза в день, конечно же, я не успеваю. Это один раз в день. Это или поздно ночью, или рано утром. Понимает муж, да, что к чему? Да, вы знаете, сейчас они стали более самостоятельные. Уже мальчики тоже помогают, и они в течение дня себе горячее могут приготовить сами. Марина Рамазановна, ну так а может быть уже и плюнуть на колхоз? Все-таки дети подрастают, семья. Вот вы целыми днями здесь. Вот зачем она вам нужна, скажите честно? Честно? Наверное, все-таки потому, что надо быть полезным человеком. Для меня это в приоритете, и всегда на любом интервью я всегда говорю об этом. И я недавно интересовалась у своих младших сыновей. Потому что старшие более-менее самостоятельные, а младшие все-таки, наверное, скучают, да, по маме? Ну, конечно. И когда я задала этот вопрос мальчишке, может, все-таки я оставлю эту работу и буду сидеть дома готовить вам, самый младший сыновей сказал нет. Я спросила, почему Рамазан? Он сказал, мама, я хочу смотреть тебя по телевизору. Да? Да, я хочу, чтобы ты работала. Для меня это было, я скажу честно, полно неожиданностью. Я почему-то думала, что он больше всех скучает. Но вот ему нравится, что ли, мама работает. И ее показывают по телевизору? Да, благодаря вам. С помощью БТРК, короче, мочевки все, да? Да, да. Теперь солим, перчим наши помидорчики, посыпаем маринованным луком с зеленью, и все, закуска готова. Думаю, мужчины ее оценят. А мы пока займемся мясом, которое будем подавать с подливкой и гречкой. Можно я попробую? Конечно. Интересно же попробовать, чем вы кормите. Какое вкусное! Вот сразу видно, что это свое мясо, непокупное. Очень такое нежное, вкусно-осыщенное, прямо говядина-говядина. Это, наверное, потому, что вы никакой химии не кормите, да? Конечно. У нас мы заготавливаем с вами корма, из своей пшеницы, нишменя, кукурузы. Силос закладываем. Да. Наша зажарка, по-моему, уже готова. Пора добавлять томатную пасту. Томатной пасты много не бывает. Добавляем 2 столовые ложки сахара. Это ваша мама так делала? Да. Так. И столовую ложку соли. А соль зачем? Соль и сахар, они друг друга дополняют. И борщ приобретает такой специфический вкус. Накрываем крышкой и томим на маленьком огне, чтобы наши овощи дошли. Через несколько минут выкладываем зажарку в борщ. Вон какой красивый получается. Остается последний штрих. Нарезать зелень. Потому что какой же это борщ без укропа? Время поджимает. Скоро наши механизаторы приедут голодные. Ждать не будут. А нам еще салат доделать надо. Хоть бы успеть. Высыпаем зелень и снимаем пробу. Пахнет замечательно. А вот каким будет на вкус? Все-таки две хозяйки готовили. Очень вкусно. Прям вкусно, Марина Армазановна. Молодец. Пора накрывать столы. На этот раз у работников будут не только свежие овощи, но и фрукты. Нет-нет, они в рацион питания не входят. Просто накануне добрые люди привезли в колхоз Кубань два ящика винограда. Спасибо им. Думаю, механизаторам будет приятно. Скоро подъедут наши работники. Слава Богу, мы, кажется, все успели. Но, честно говоря, просто падаю с ногой. Если бы не Марина Армазановна, я бы ни за что бы сама не приготовила и не успела. Тяжковато готовить на целую припаду. Ну вот, все готово. А тут и работники подъехали. Чего-то они там стоят. Обед! Ага, прибежали. Да что же это их так много-то? Ишь, голодные. Еще подгоняют. Только успевая поворачиваться. Хорошо, что у нас четыре руки. А то бы они нас с Марина Армазаном насеяли. Быстро разливаем по тарелкам борщ. Знаем, что у хлеборубов каждая минута на счету. А им еще и отдохнуть хоть немножко надо после сытного обеда. Кстати, пойду узнаю, понравилось он им или нет. Как вам борщ, мужчины? Пойдемте. Пожалуй, приеду я еще раз в Кахмурс. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok